ЭДС батареи равно 120 вольт, сопротивление R1 25 Ом, R2 равно R3 и равно 100 Ом. Найти мощность P1, выделяющаяся на сопротивление R1, если внутреннее сопротивление цепи равно нулю. Так, запишем данную. ЭДС равняется 120 вольт, сопротивление R1 равняется 25 Ом, R2 равняется R3 и равняется 100 Ом. Найти мощность P1 на сопротивление 1, то есть вот здесь вот будет мощность P1. И внутреннее сопротивление равно нулю, R равняется нулю. Для начала вспомним формулу мощности. Мощность равняется P равняется Ui, равняется U квадрат деленное на R и равняется I квадрат R. Одну из этих формул мы можем использовать для подсчета мощности P1. Запишем закон Ом для полного участка цепи, где ЭДС равняется I, это сила тока протекающей в цепи на внутреннее сопротивление, плюс R внешнее, на R общее. Так как у нас R внутреннее сопротивление нашего источника равняется нулю, следовательно I умножить на R общее. Давайте найдем R общее, но для этого нам надо посчитать параллельный участок цепи. R параллельное, 1, 2, будет равняться 1 на R1 плюс 1 на R2. Приведем к общему знаменателю, это будет R2 плюс R1, деленное на R1, R2. И выразим отсюда R1, R2. R1, R2 будет равняться R1, R2 делить на сумму сопротивления R1 плюс R2. Так как вот этот параллельный участок цепи соединен последовательно с третьим, тогда у нас будет R общее равняться R1, 2 плюс R3. И это у нас получается R1, R2, деленное на R1 плюс R2 плюс R3. Почитаем общее сопротивление, а оно будет равняться 120 Ом. Теперь, зная общее сопротивление нашего внешнего участка цепи, мы можем найти силу тока. Выразим силу тока из этой формулы. Силу тока равняется EDS, деленное на R общее. Подставим значение и посчитаем. Тогда сила тока у нас будет равняться 1 А. Мы знаем, что сила тока, входящая в узел, равняется сумме силы ток, исходящей из этого узла. Если у нас здесь течет сила тока E, сюда у нас пойдет E1 на нижнее сопротивление, а на верхнее сопротивление пойдет сила тока E2. Тогда у нас получается, что E1 плюс E2 равняется E. Также мы знаем, что это у нас параллельный участок цепи, и напряжение на верхнем участке будет равняться напряжению на нижнем участке. Мы запишем это U1 равняется U2. Это наша система. Тогда E1 плюс E2 равняется E. Напряжение на нижнем участке, это будет сила тока на нижнем участке, умноженное на сопротивление R1. В то же время это будет равняться U2, то есть сила тока второго на R2. Решим эту систему. Выразим силу тока, которая потечет по нижнему участку цепи. Это как раз нам нужно для подсчета мощности. Соответственно, из этого следует, что E2 равняется E1R1, деленное на R2. И подставим это в первое уравнение. Тогда получается E1 плюс E1R1, деленное на R2, и равняется E, который мы ранее посчитали. Вынесем общий множитель. E1 умножить на скобку 1 плюс R1, деленное на R2. Приведем к общему знаменателю. Домножив на R2, будет R2 плюс R1, деленное на R2. И равняется E. E1 будет равняться сила тока, умноженная на R2, деленная на R1 плюс R2. И теперь вернемся к мощности. P1 будет равняться сила тока на первом сопротивлении, и умноженная на само сопротивление R1. Но для начала мы посчитаем, к чему равняется E1. E1 после подстановки будет равняться 0,8 А. И получается 0,8 в квадрате, умножить на R1. R1 это 25 Ом. И будет равняться... Следовательно, P1 равняется 16 Вт. Продолжение следует...